Продолжение следует... 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 Кому еще не понятна критика Михаила? Кому не понятна? Да. Мне не понятна. Простите. Ой, по-моему. Я тогда сформулирую, что мне не понятно. По какому основанию Михаил считает, что ответ Александра не отвечает на вопрос, что означает слово референт? По какому основанию? Никому адресовую? Да, потому что. Ну, где он об этом? Нет, кроме Михаила. Давид или Демироан. По какому основанию Михаил критикует ответ Александра на вопрос, что означает слово референт? Я считаю, что семантика, это слово предполагает то, что мы должны рассказать реципиенту о том, что такое референт, что означает данное понятие. И это объяснение включает в себя в том числе функциональные критерии, которые Александру не было учтено. Регализовываю, чтобы потом не было. Михаил, я не знаю? Да, да, мне нравится это слово. Возможно. Можно я какую-то вещь услышать? Правильно понимаю, что Михаил считает, что есть видоопределение, которое состоит из признаков. А он услышал эти признаки, Александр, но считает, что там необходимы еще признаки функционала. Это к кому дальше? Тверлавом. Как он будет? Я понял так, что Миша предполагает, что семантическое значение несет под собой в том числе и функционал. Обязательное признаки. Мы рассказываем о том, о чем у нас спрос. Иначе мы одним непонятным словом заменяем просто в другое. Можно для примера? Для человека это млекопитающие. Это определение? Это признаки. Есть родовое понятие, а это в этом родовом понятии. Есть просто живые существа, есть млекопитающие. Это нам дается уже открыть новые сведения, то есть уже признаки. Вот именно это признак, а не семантик слова. То есть семантик слова учитывать величие признаки. Вот именно. То есть чтобы понять слово, нужно услышать его признаки, а не признаки. Там уже не было признаков. Я вот и говорил, что... То есть никаких признаков там не было? А что это классный чилин? Что это классный чилин? Да, но это не понятия. Это признак. Это были признаки не понятия, а слово используемого в данном контексте. А что означает? Оно неизвестно. Означает то, что через признаки ей дается. Что означает? Человек это млекопитающие, это признаки. Ну хорошо, только млекопитающих полно. А, то есть здесь слишком широкое. То есть мало признаков, которые выделяют ее более густую группу. Как минимум. Я могу вам на пальчик объяснить, если ваша дочь спросит, что такое человек. Вы же не скажете. Вы можете ей сказать, но она вам задаст уточняющие вопросы. Вам придется говорить, что человек это живое существо, которое рождается каким-то способом. Прямоходящее. Прямоходящее, социализированное, общается. Больше признаков. Да, да. И исходя из... Секлантическое свойство, оно заключается в том, что мы объясняем рецепиенту значение слова, что, по-моему, в конце концов все было понятно. Толково-словательное. То море признаков, которое было перечислено, а это не хватает? Угу. На море меньше не хватает. То есть там вот это не хватает. А в чем тогда критика? Я могу на таких же пальцах объяснить. То есть вот, допустим, какое-нибудь слово «рефрижератор». Допустим, не знаю, что это. Рефрижератор – это элемент космического корабля, который летает в другую галактику. Признаков полно. А что рефрижератор такое? Неизвестно. Элемент. Ты же сказал. А что это такое? Двигатель. Рефрижератор – это там кнопочка на панели управления, с помощью которой запускается корабль. Или рефрижератор – это холодильник, который стоит на корабле. Что это такое рефрижератор? Да, это элемент космического корабля, который летает в другую галактику. А что это такое? Неизвестно. То есть вот это одно предложение было. Другое предложение было. Кресло – это элемент космического корабля. Вот, допустим, советник. Я знаю, что такое советник. Я знаю, что такое кресло. И руль. Руль космического корабля. То есть вот первые два слова в таких же определениях были понятны, а слово «референт» непонятно. Хоть у него и полно признаков даже в этом же предложении. Но оно стало темным местом для всех нас изначально. Я не понял, но я пережил. Вообще, если, например, посмотреть определение какого-то слова, например, эмбрион, просто в толковом словаре каком-нибудь, и в энциклопедическом, или в медицинском словаре, везде определение будет разниться. Для медиков будет больше терминологии, и этот текст будет понятен медикам. А Миша считает, что его волнует, и, в принципе, всех волнует, значение слова референт. Прикладное значение. И оно будет раскрыто только в том случае, если будет раскрыт функциональный критерий. А Саша раскрыл с тех позиций, с которых это слово практически не раскрывается. Сематическое значение. Прикладное значение, значит, практическое значение. Ну, только все же на практике. Ну, а что вы понимаете на практике? Это классный значение, который отмечает только стильности. Что еще нужно? Я не уверен, что классный значение вообще не станет функциональным значением, что это на должностных обязанностях как-то отражается. Я просто не согласен. Я предлагаю обобщить этот правильный ответ все-таки. и не разбираться. Александр, у тебя есть критика? Нет. Критику Михаила, соответственно. Возражение. 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 Ну либо возражение в форме критики. Я критику Михаила не понял. Я сейчас это понял, но... Про нам какой-то можно объяснить критику Михаила? Да. Михаил говорит, в вашем определении есть всё то, что здесь уже есть. И это ничего нового он вам не даёт. Он говорит, вот пока вы не скажете, например, функционал, тут функционал мне сказано, пока вы это не скажете, я не приму это как корректное обозначение слова референт, чтобы я что-то новое получил, кроме вот этого листочка. Нет, это ещё не факт, что я правильно. Да, именно. Я на полях просто. Я обращу внимание, что то, что он говорил, то есть мне пришлось переваривать, вообще другие это сокрытие, что мы говорили, то, что мы говорили, это вообще страшно, что не вводит большой поток. Ответ на критику Михаила? Я не согласен с Михаилом в том, что в моей гипотезе нет ничего нового, поскольку там идёт речь о престижии. И это в том числе функциональное назначение классного члена референта. Показывает, что он менее престижный, чем при этом государство, это ваших с ним без зрителей, что это за речь о престижии. Ну да, я как бы то, что он мне читал, я с этим согласен. Если меня сейчас споришь ответ на критик, то я отвечу. Ну так никто не слышал, ничего. И Михаил? У тебя есть? У нас есть солидарная с Тамерланом мысля. С чего ты взял из этого текста, что референт является нижним по престижности классом, то есть аргументы. Аргументы привести. Потому что я сейчас надо отбивку делать, но сейчас сцепятся. В плохом смысле. То есть не подерутся, а просто буду разговаривать. Проверка понимания. Так. Проверка понимания. Михаил, тебя написано, критика, возражение Александра. Какое отражение? На кое из? Последнее. Если вы запутались, надо сказать, кто может пояснить, что происходило. Хорошо. Кто может пояснить, что происходило? Александр. Я предложил гипотезу. Михаил на гипотезе критиковал. Я дал ответ на критику Михаила. И в свою очередь, Михаил дал ответ на мою критику его критики. Теперь я понял, почему вас критикало. Да и заходите на критику. Михаил. Вот это не было ответом. Энерланд, пожалуйста. Да. Думаю, до этого мы были в курсе. Саша контраргументировал свой тон тем, что в его определении содержится критерий престижности. Миша считает, что критерий престижности здесь не явен, его не видно. Собственно, заявил контраргумен. Что из текста не вытекает критерий престижности. Там непонятно, что высшая группа лучше, чем старшая группа или ведущая группа. Сверху мысли, снизу, вверх. Михаил просто спешит, не знает, откуда у него это. Но из-за этого пропадает пропал целых рамен. Значит, дело в том, что произошла смена критики. Потому что Михаил сначала критиковал по одному основанию. Что там нет ничего нового. А потом он сменил свою критику. Он отказался от предыдущей критики. Он увидел там новое. Но теперь считает, что это новое неправильно. Потому что оно не аргументировано. И мы перешли просто на другую критику. На аргументацию того нового, что есть в этой алгоритме. Вы ответите. Я не согласен. Можно уже? Да, да, да. Для того, чтобы я признал, что это что-то новое, он должен документировать, соответственно, я пока не удостоверюсь, что это новое. Я не приму, что это новое. Соответственно, моя критика была к тому. Докажи мне, что это есть. И тогда я скажу, что это новое. То есть, когда Михаил заподозрил, что там может быть что-то новое, но теперь требует доказательств для себя, что это правда. Правда новая. И тогда он примет это. Но он заподозрил, что это новое. Иначе он не выделил бы это. Гипотеза. У меня есть, что это новое, но он требует аргументации. Но если у тебя есть гипотеза, значит, у тебя есть аргумент? У меня. Да, у меня есть гипотеза, что это не новое. Поэтому у меня есть аргумент, что здесь не указано, что эта иерархия правильная, как он сообщил, то есть, что выше старше, чем старше. У меня есть гипотеза, что его определение, что референт нижний по престижности, как сказать, неверно. Ниже по престижности чем? Чем два отличных, чем два других. Вопрос. Михаил, правильно понимаю, что вы согласны с тем, что здесь ранжировка идет по престижу? Не согласен. Не согласен. А почему вы так критикуете, что менее или более престижно? А это не мое заявление. Вы говорите, дайте аргументы, что это менее или более престижно. Где здесь сказано, что это менее или более? Это Александр сказал? Ну да. Вы согласились с тем, что здесь любые города отсидят по престижу? Нет. Но не факт, что это менее или более? Нет, не согласен. Что тут и престижа нет? Ну, конечно. Тут не высказано об этом. Это он притянул за нее. А, почему? Сейчас открою. Спасибо. То есть, получается, что все-таки референт в данном контексте понимается, как именно гражданские царственные служащие с позиции Александра с точки зрения престижности. Ну ладно, посвящено. Можно или продолжить дальше, или проголосовать? Предлагаю проголосовать. Счастливо, что надо 10 концептов выработать. Одним словом, позицию. Александр. Можно выработать две позиции. Позиция Александра и позиция Михаила. Можно назначить его словами, чтобы концептуализоваться. И первую позицию Александра назначим словом престиж. Одним словом. Да, престиж. Для престижа. Позиция Михаила. Отсутствие. Функционал. Отсутствие. Отсутствие. Функционал. Нет, это уже другое было. Это уже он, потому что престиж. А изначально было, что... Ну, самая первая дополненная фраза. Функционал. То есть, он не отслушил функционал. Я не услышал объяснения слова референта. Итак, я предлагаю проголосовать за вариант Александра. Кто за точку зрения Александра, что все-таки референт это престиж? Один человек. Кто за то, что... Кто поддерживает точку зрения Михаила и считает, что референт это, получается, связан с отсутствием престижа? Что связан с престижем? А сам себя умирал? Ну, да. Да, так и так. Ну, два. Он тогда тоже себя голосовал. Не так и перелывал. Два-три. Таким образом, получается, что в данном контексте, отвечая на вопрос, что же обозначает слово референт, получается, что это гражданские служащие. При этом пополнение его функциональных обязанностей не связано с престижностью. В связи с тем, с тем, с престижностью. По-моему, проголосали за то, что не раскрыто было понятие. Да. Так. Попробую. Можно другое взять? Другой ответ. Переголосовать? Нет. Просто... Или выдвинуть свой ответ. Ну, кто там был на втором месте? На ответ, что означает слово референт. Третьей по старшинству чин гражданской службы. Ну, то есть нижней. Ну, то есть нижней. Вы сверху вниз или снизу вверх считаете? Третьей по старшинству. Ну, вот, да. У тебя сейчас есть какой-то супер референт с культурой? Я в европейской культуре. Читается слева направо, сверху вниз. Третьей по старшинству. То есть он не из шестой. То есть он самый маленький. Не из самых. Он третий. Третий из трех. Хорошо. Кто голосует за вариант Романа Григорьевича и считает, что референт это третий по старшинству? А, обсуждение нет. А, обсуждение нет. Критику проявляют. Так. Так. А, обсуждение нет. Критику. Критику. А, обсуждение нет. Критику. Это очки крутятся. Теперь надо критика. Это был, я бы вернул гипотизу. А ответ на вопрос, что означает слово референт, ответ такой, третий по старшинству, чем гражданская служба. Так. Хорошо. Кто не согласен? Плерван. Почему? Ну, потому что из текста явно не свидетельствует такая аранжировка. Первого, второго и третьего. Кого понятна критика? Понятно. 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 Но. Давид, что говорит Милан? Что ответ Романа Григорьевича, он неверный, потому что данный ответ не прослеживается по тексту. Тексту это прослеживается. Значит, старшинство имеется в виду старший, то есть главный, менее главный и так далее. Опять же идут такие термины как высший. Есть высший, ведущий, старший. И мы прослеживаем. Высший это самый главный, самый старший. Затем идет ведущий. Затем идет старший. И значит, я обобщил вот эти три критерия, высший, ведущий и старший, как старшинство, распределение по старшинству. Не в смысле возраста, а в смысле компетенции, в смысле управления, то есть, ну, как иерархия законов. Большей силой, меньшей силой и самый слабый. В данном случае, так как референт стоит в третьей группе, значит, он третий по старшинству, чьим гражданским старшином. Кому непонятно, Кармэль Львович? Непонятно. Непонятно. Или кто не согласен? Кому непонятно. Непонятно. А хорошо, кто не согласен с критикой? Ну, кроме того, Михаилович. Насколько я понял, критика Романа Львовича, опиралась, основывалась не на порядке в тексте, а на этимологии слов. На семантике, вернее, слов. Высшее, ведущее и старшее. Он считает, что высшее является номер один, ведущий номер два, старший номер три в порядке ранжирования. Но, согласно тексту, мы не знаем, что имел в виду автор при использовании этих слов. Возможно, он не имел в виду эти значения, которые имел в виду Роман Львович в своей критике. А дополнять можно или не решается? А кому непонятна критика, Михаилович? Понятна. Дополнять нельзя, да? Дополнять критику? Нет. Я про это же спросил, да? Нет, нет, нет. Кому понятно? Да. Кому понятно критика Михаила? Александр, о чем говорит Михаилович? Михаил говорит о том, что текст может познать только автор. Другие лица нам недоступны. Я так и понял. Михаил говорит о том, что Роман Григорьевич использует ранжирование, значит, высшая ведущая старшая, но это не означает то, что эти понятия в тексте не просматриваются, что они в принципе ранжируются. Соответственно, ни о каком ответе, то есть, соответственно, третьей ниши нельзя говорить. Михаил, корректно? Нет. Ну, как бы смысл, да, но нет. Ну, и смысл текста нельзя вычленить тот факт, что старший, например, является более высшей, менее престижной должностью, чем ведущий. Ну да, но из текста не свидетельствуют критерии аранжировки вот этих вот групп. И в соответствии с этим мы не можем судить о положении референта вот в этой иерархии. Корректно, Михаил? Да. То же самое сказал. Хорошо. Кто понимает, что здесь происходит? Объясните, пожалуйста, Александру. Александру выберите. Роман Григорьевич. Михаил говорит, что он нападает на аргумент. Почему я считаю, что здесь аранжировка по старшинству. Ну, вот эти слова «высший», «ведущий», «старший» не означают. Может быть, «старший» — «выше-выше», а «ведущий» — «ниже старший». Вот. И, опираясь только на слова, нельзя аранжировать их по старшинству и, значит, сказать, что надо идти вместе референтно. Михаил, это корректно? Да. Александр? Я понял, значит, происходит теперь. Может быть, есть ещё у кого-то критика на положение Романа Григорьевича? Ну, я могу дополнить, как хотел. Вот. Есть, например... Ну, Вы говорите о семантическом значении и вот принимаете как данность то, что «высший» — это круче, чем «ведущий», чем «старший», так скажем. И чем больше — «ведущий» — «ведущий» — «сил». Какая капитальность «выше» может отдавать распоряжение ниже старше? Да. Ну, вот, например, есть семья, есть старший ребёнок, есть младший ребёнок, нет — «высшего» ребёнка. То есть старший ребёнок — он самый главный. Ну, в Иерархии самый старший. Ну, старший — не смысл главный. Только старшинство является в виду глакой юридической силы старший. Если вы говорите о старшинстве, значит, это самый старый. А в смысле, что он самый компетентный. Ну, может управлять другим, ниже стоящим. Его воля выше человек более другой. Вот в этом значении, семантическом значении слова старшествуют. А как сказал? Я запутался. Семантическое значение, которое применял автор, знает только автор. То есть я правильно покажу твою критику, получается? Ну, ты её проозвучил в сторону, наверное, да. Ну, то есть также можно прикинуть сюда, что старшая группа — это группа, состоящая из госслужащих, которым старше 45 лет. Ведущая группа — это та, которая ведёт детские праздники, а высшая группа — это та, кто выше двухсот сантиметров роста. Возможно, такая есть проблема, что Михаил недостаточно один признак, ему надо несколько. Я могу дополнить пример. Например, я обращаюсь к традициям написания обозначения по старшинству. Но когда начинают сказку так. Жил-был младший сын, средний сын и старший сын. В законах пишут от воли, то есть выше человеческой силы и выше человеческой силы. То есть в тексте обозначают сначала высшее, потом среднее, потом меньшее. Здесь, видите, на третьем месте внизу написано. Затем это прослеживается первый, второй или третий класс. То есть тут видно, что вся аранжировка идёт от высшего к низшему. И значит, из этих трёх признаков, этимологический, порядок расположения, я делаю, что референт — это по старшинству третий из представленных. Критику. Да. Но здесь отсутствуют какие-то условные обозначения в какой-то пункт, часть, статьи пункта, закон. Может, это просто выдержки из цитат каких-то. И, учитывая это, нельзя сказать, что это вырвано из контекста законов. Вы могли, ну и вы, хотя я не знаю, кто попирал текст, вы могли просто взять третий абзац, вместить его в самый верх, наоборот. Есть активно влиять в фундаментально непризнанный принцип пермоневтики. Принцип такой — доверие к тексту. И если нет доверия к тексту, то интерпретировать невозможно. Например, можно сказать так, а мы никогда не узнаем, что автор всё склеил. То есть, если я раз дал текст, значит, мы должны доверять, иначе нельзя его будет дознать. А доверять чему? Доверять самому тексту. Раз текст выбрал, значит, тексту не будет доверять. Иначе невозможна эта капитация. Ну, такой режим включать доверие. Ну, и отвечу на предыдущих текстах, которые мы рассматривали ранее. Отсутствовали ссылки на какие-то данные информации? Да, есть тонко документы. В таком случае, если мы будем слепо доверять тексту, мы не сможем... Вернее, используя аргументацию... Используя в качестве ответа на вопрос, что такое референт фразы из этого текста, мы получим действительное значение слова референт. Потому что, если мы будем слепо доверять тексту, возможно, в этом тексте кроится какая-то ошибка, специально неправильно указано что-то и так далее. Соответственно, мы так и не узнаем, что такое референт. Ну, здесь просто два, это как верю или не верю. Как релик. Если вы хотите биографическим исследованием заниматься, необходимо включать доверие к тексту. Нет, да, возможно, и ошибается, и законодатель ошибается, и он мог первоначально не так написать. Но если мы хотим понять, мы должны доверять, что это... что в этом тексте... доверие в смысле... что в этом тексте есть смысл. Что это не просто набор букв, а есть какой-то смысл, и там есть логика построения этого текста. Что это не пятна воршавки. Что это вот действительно смысл на какой-то текст. Что юридически тут, мне кажется, я могу аргумент привести, что я управляю юридического характера, нормативно-правового характера. Даже не просто юридического, а нормативно-правового. Не акт правоприменения, а именно на нормативно-правового характера. Это именно есть признаки этого. Да, критика. Вот Роман Григорьевич, если я правильно понимаю, ссылается на сказки и... ну, в первый довод. Первый довод. Конституцию. Да. Вы ссылается на сказки и говорите о том, что вот всегда говорится о старшем брате. В первую очередь, потом и третьем, потом и младшем. И второй довод заключается в том, что вот вы говорите, того же в тексте вот есть первый, второй, третий класс. И в соответствии с этим, ну, первый класс, это значит, самый высокий. И, значит, и аргенжировка вот этих вот трёх групп в той же... ну, по тому же принципу устроили. Высшее – это первое. Ну, по поводу сказок, там, тоже, если говорить о значимости героев, как правило, Иван Журак наибольшее значение имеет он, оказывается, главным героем в сказке. В конце, в результате. Да. Ну, а сначала про аргенжировка стоит, там жили, были, дед, да, мамы. Идёт человек жил, был царь. Идёт тот главный, а потом в результате происходит перипетия, и они меняются местами. Ну, а в конце сказки меняются, в своём основном, в целом. В этом смысле первоначальный текст. То есть, картина мира задана иерархически. Это про сказки. Ну, это не продавать, не всегда. Проб. Проб, эти молодые сказки. Там он проговорит, что это путь. Ну, русская сказка – это путь. Человек изменяется. Где в конце у него становится награда, а награда – это другой социальный статус. Он или женится удачно, или захватывает там что-то, изменяется, и статус становится главным. Был дураком – стал главным. Это идея всех русских. Ну, как называется она? Чудесная сказка. Ну, куда-то классификация. Чудесная русская. Чудесная. Чудесная. Чудесная русская. Это про… Ну, это вообще… И второй… Я понял, но согласен. Потом обучил какой-то в его генерале. И второй тезис был по поводу первого, второго, третьего класса. Вы считаете, что первый класс – это самая высокая, а третья класс – это самая низкая? Я скажу с того, что здесь везде прослеживается… Ну, куда нет книг, везде прослеживается вот эта вот трехчленка. трехчленком. Иерархическое. А с чего взяли, что именно на сверху и вниз идет, а не снизу вверх, например? Третий класс в школе, там ребята более взрослые, чем в первом классе. Ну и обратно можно сказать о том, что первый класс, это самолет первого класса... Здесь у меня есть аргумент. Это аргумент к моему опыту. На опыту, что у чиновников, по крайней мере, это здесь 19 века пошло, есть статский советник 1-го класса и статский советник, например, 3-го класса. И у меня такое чутье, что 1-го класса выше, чем 3-го класса. Ну, то есть 1-го класса. А, опять, отсюда идет слово 1-го класса. То есть в этом дискурсе, чиновническом, идет от 1 к 3-му. В других дискурсах может быть перемешано, но я подключаю в дискурс российского чиновничества. Проголосовать за варианты ответа Томана Григорьевича о том, что референт это третий поста женственного чин к гражданству служащего? Гражданству службы? Гражданству службы. Кто за данный вариант ответа? Не знаю. А я вообще послушал, что надо голосовать было? Да. А за что еще голосовать? Против? То есть за либо против? Все за? Да. Предлагаю вот такой концепт старшинства. Ну если так сжать. Ну получается да. По мнению большинства, наиболее верным вариантом ответа является на вопрос, что же такое референт, что означает слово референт. ответ Романа Григорьевича, что это как раз таки третий поста женственного чин гражданской службы. Такой концепт. Второй концепт в том, что референт это гражданские служащие, но который по своим функциональным обязанностям ввиду исполнения обязанностей менее престижен. Не прошло. Слово престиж мы не проголосовали? Три человека против. За отсутствие престижа. А, там нет престижа. Вопрос на самом главе. Что это было не доказано? То есть не прошел тезис первый? То есть антитезис не может быть автоматическим тезисом? Там просто была критика тезиса и она сработала. Просто мы не согласились с тезисом. Престиж не прошу. Получается, что референт это как раз таки наиболее правильный ответ дал Роман Григорьевич. Мы до конца не нашли, потому что время. К сожалению, да. Просто, если я вам скажу, то вопрос был, что означает слово референт. И ответ Романа Григорьевича не дал ответа на этот вопрос. Потому что он не ответил, что означает слово референт. Он умеет ни Fillmore посчитать. Теперь что с проголосовала Захмана Думировича. Потому что не озвучили вопрос. Она сказала, что все согласны с тем, что референт это гражданский советник? Да, а все согласно ведь. Я считаю, что так и есть. А что означает слово референт, бы так никто её не узнал. Ну, такое третий по старш quantumу, мы не узнали. Это кто такой, а что такое референт? Вы знаете, кто такой советник? Классный чин. Классный чин тебе говорят. А что такое советник? Разные вопросы. Кто такой? Что означает слово референт? А что означает слово референт? В этом контексте это означает третьего по старшим случая на гражданской службе. Это просто врач лечит, преподаватель подаёт. Функционал это одно из способов дать определение, но оно не единственное. Почему всё через функционал? Можно через чинопочитание, через иерархию дать. Здесь иерархическая расстановка идёт. Референт это третья вот в этой иерархической расстановке. Хорошо. Я хочу просто найти ответ на эти новые семантики слов. Я так предполагаю, пока ещё не нашёл, референт имеет не единственное значение. Не единственное, но он имеет то значение, которое в этих контекстах. Мы уже разместили в определённом контексте, в контексте этого текста. Вот в этом тексте он означает именно вот это, по старшим случаям. Третий по старшим случаям. Опыт, что Томирал говорил. Одно и то же слово помещаем в разные дискурсы, в разные тексты. В медицинский он будет означать одно это слово. В филологический другое. Мы здесь, у нас юридический контекст, гражданская и государственная служба. Это текст. И здесь слово референт означает третий в этом контексте. Третий по старшим случаям. Я так понимаю, что у вас есть такая идея, что можно дать одно семантическое значение, общее для всех контекстов. Нет. Это невозможно. Потому что в каждом контексте своё значение. Я вспомнил, что я хотел сказать. Раскрытие, как мы изначально описали пример человека, то есть раскрытие понятия. Опять-таки, если меня спросят, что такое телефон, человек, кто никогда не видел телефон, и я ему отвечу. Это устройство. Что даст ему это? Ничего. А если я ему сообщу, что это мобильное устройство связи для коммуникации между людьми на разных концах света, он поймёт, что это такое. Вот тут же то же самое. Референт это государственный граждан. Что там? Классный чем. Тут это было написано. Всё понятно? В третьем старшинстве классно. Всё-таки. Много распространения. Это было распределено. Не все были согласны. На необходимости была аргументация, что это прийти. Мы получили новое и новое свете. Можно для более подобной точно узнать, что либо функциональные обязанности, должностные обязанности, для вашей должностной инструкции вот этого референта. Не буду мне должностного референта. Это классный чем. Какая должностная инструкция? Как у любой написано. Да блин, проблема в том. Это классный чем. Это метод. Тонное дело, что здесь выстроена наша российская система чиновничества, выстроена по иерархии. Это основа её. Просто раздать погоду. И так, и потом, чтобы надо было управлять. И взято вот это слово референт, а могло быть слово папка, а могло быть слово штат, например, стац, кого угодно. Они просто взяли это слово и расположили его в этой иерархии, чтобы потом его использовать, обозначая человека на третьем месте. Вот. Только дело в том, что они не просто взяли слово. У слова есть значение. И они, исходя из-за значения, поставили его. Но оно не важно. В данном случае хоть и... Нет, в том-то и дело, что мы же все спрашивали, что означает слово. Ну, хоть кошкой назовёт. Людям не важно, как обозначать. Хоть кошкой. И разница, как назвать. В данном случае мы не этимологию спрашивали. Или не спрашивали этимологию. Мы спрашивали. Значение. Знак. Знак и фигура. Знаете, знак что такое? Знак и обозначаем. Мы берём знак какой-нибудь и обозначаем вот это вот. Вот это круглое у нас будет кругом. Ну, знак и обозначаем, да? Понимаете, слово. Есть слово, которое сейчас произношу. И есть слово-слово, которое написано. Слово-слово, это обозначает слово. Так и здесь. Они взяли слово референт. Могли любое взять слово. И наделили его знаком. Означили его. Третий в иерархии. И всё. И с тех пор, когда он идёт по коридору и говорит, я референт. Государственная служба. И всем понятно. А, это третий человек в министерстве. В таком случае, могли ли составители всей этой системы словом референт назвать самого лучшего? А словом действительный государственный совет не называть самого лучшего? Я не знаю то, что могло быть. Интересно, что они реально сделаны. Не, ну вы ещё как вы считаете? Могли ли они референтом госслужбы назвать самого главного, то есть высшей категории, а действительным государственным советником назвать самого нижнего? Да. И тогда действительно было бы так мой ответ. Первый по старшинству чьей государственной службы. Потому что тот, кто реферирует и тот, кто действительный, я в самих словах не вижу иерархии. Просто вот рассматриваем, так может там исторически произошло. Взяли и подставили. Вот мы говорили о том, что герменевтика, ну смысл герменевтика в том, чтобы мы поняли смысл того, что... Вы ответите. То есть так. Вот как я теперь думал, что... Вы уже удовлетворён. Вы получил почёт по телу. Кто? Я, например. Ну, это ваша удовлетворённость и другое. Ну, это не выезденность что-то это, да? Это какой-то другой артилант. То есть у меня с... Ну, это правильный закон. Ну, правильный закон, но касательно рожитых слов. Это статья 12 или 13, если я не ошибаюсь. Теперь я знаю, например, что вот есть слово... Референтем обозначается вот определённое место в иерархии. Третье. Теперь я знаю. Вот тебе я не запомнил. Я вам в хвостов учителем. Смотрите, что... Смотрите. В процессе лекции, если у вас когда-нибудь в вашем опорном сигнале будет слово референт, и один из студентов спросит, что такое референт, и вы ему ответите вот этой фразой. И студент не поймёт, что вы ему ответили. А вы всегда, когда отвечаете, даёте очень подробные ответы. И всегда понимание приходит после того, как ты задал вопрос. Соответственно, вряд ли вы ответите вот такой банальщиной. Я, когда это опорный сигнал, я сразу вывожу в контекст. Так, здесь это государственно-муниципальный контроль. И в этом контексте я раскрываю слово референт. Это было бы другое значение. То есть, если бы было написано, чьи мы в государственную муниципальную службу вот здесь, я бы сказал, что референт это третий. Но чтобы мне это узнать, точно написано, что он третий, мне нужно было бы интерпретировать этот текст, чем я занимаюсь, и затем вам выдать, что это третий. Третий постаршествует, что система выстроена иерархично. Видите, здесь по три раза вот эта иерархия проговаривается. Ещё сделаю следующий вывод, что российская система управления построена на жёсткой вот этой триединой иерархии. У нас есть первый, второй и третий, а третий уровень нет. Я предлагаю совершить занятие и провести небольшую референт. Михаил. Можно? Давайте Деталина. Это всё занятие? Да. Мне понравилось занятие. Было интересно, было очень оживлённо. Интересное обсуждение. Даже ещё более оживлённее, чем про статс-секретарь. Мне понравилось, Таня, как ты вела занятие, очень спокойное, при том, что было довольно много спорных моментов, во всём разбиралось, так что спасибо. Мне понравилось. Всё. Чудно. Чудно. Ты был очень краток. Ну, педальный. А чё такое всё? Краткость. Краткий. Подожди, ты этимологию смотрел. Бабкин. Всё было отвратительно. Я такого ещё, ну, давно такого я не видел. Вообще, всё было нафиг скомканно. Ну, то есть, можно было беспорядко говорить, как угодно, отвратительно. И это прикольно. То есть, несмотря на то, что всё было скомканно, я получил смысл. К примеру, теперь я запомнил слово референт. Я не знаю, зачем я говорю. Я в одинной службе и не собираюсь заниматься. Ну, так вот, профессионально. Ну, в смысле, не просто преподавать, а ещё ещё испугаться. Это интересно. И я понял такую идею. Если какая-то цель есть, если группа настроена на получение нового знания, то любая технология приведёт к этому. То есть, как-то вырулится, как-то обозначится и будет нормально. Ну, ты могла бы во время вот этих вот теркотов, споров, без вот этих вот правил, которые Роман Григорьевич устанавливал, Могла бы всё это прекратить, слинять, сказать, давайте всё проголосуем и закончим на этом. Ты это не делала, и мне это очень понравилось. Потому что, в принципе, все, кто хотел рассказать, все высказались, все высказались. Ну, просто, вы про адреси, вы говорите, аа, тыгдыг-тыгдыг-тыгдыг-тыг. Я тоже могла так тыгдык-тыгдыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг. Поэтому мне очень понравилось. Это вообще занятие Роман Гайковича не отличается от других занятий, а эта занятия отличается от занятий Роман Гайковича. Контраст. То есть она стандартная. Не стандартная, не стандартная. Выше-выше. Референдией. Сегодняшнее семинарское занятие прошло на фоне контраста. Спасибо. И Михаил. Ну, мне, в общем, тоже понравилось это занятие больше, чем классические занятия. Я имею ввиду по КМУ. Ну, короче, Роман Григорьевич. Потому что в этот раз получилось больше спорить, доказывать, чего обычно не хватает.